Ребят, всем привет! Максим компания Akira Auto. Именно мы поставляем автомобили для вас из Японии, Китая и Кореи. И сегодня я пришел с утра на работу и думаю, а чем же вас таким удивить? Да удивить-то вас практически нечем. Все мы уже знаем, единственное, что мы не знаем на сегодняшний день, нет ни у кого практики, это кому же придет утилизационный сбор. Повторяю, ребят, если кто-то уже какой-то информацией обладает, помимо того, что нам недавно в комментариях написали что-то такое новенькое, я аж не знал, что ответить, что до 2024 года, до конца 2024 года утилизационный сбор в размере 5200 рублей, это льготный утилизационный сбор. Поэтому, как написали нам в комментариях, а знаете, может быть и дыма без огня не бывает, но всякое бывает, конечно, на заборе написано, что, глядишь, в будущем и перестанем платить 5200 утилизационный сбор, и станет он для всех одинаковый, вот этот вот продавая, не продавая машину, все равно полмиллиона прилетит. Но все-таки, если кому-то прилетел утилизационный сбор, пожалуйста, напишите на WhatsApp, ну что-нибудь покажите, нам же любопытно, никто ничего не знает. Ну, а сегодня я хотел с вами поговорить про Мазду Акселу, которая выпускается с 2013 года. И рассматривать объемы 2 литра, 2,2 дизеля, к примеру, мы не будем. Мы с вами будем сегодня рассматривать полторашечки и 1,6 даже есть такие объемы двигателя у этого автомобиля. И я скажу вам сразу, что Мазда Аксела, а я катался некоторое время на этом автомобиле, мне он понравился. Понравился этот автомобиль тем, что, смотришь на этот автомобиль со стороны, хоть хэтчбэк, хоть седан, автомобиль выглядит достойно. Задняя часть автомобиля симпатична. У хэтчбэка хороший вместительный багажник. Ну, такой сбитенький хэтчбэк, можно сказать, почти бы кроссовер. А почему говорю почти кроссовер? Потому что все CX-3, к примеру, называют кроссовером. Хоть он такой же маленький, да, как Аксела, но как-то вот кроссовероподобный. А Аксела уже такой чистокровный, можно сказать, хэтчбэк. Ну и, соответственно, что Мазду Акселу я могу рекомендовать для вас, потому что этот автомобиль на сегодняшний день неплохо выделяет себя среди автомобилей цена-качество. Ну, а если говорить про качество, про такой автомобиль, то, в принципе, ничего геморройного в этом автомобиле никогда не было. Сегодня я даже вам покажу, какие автомобили в Японии продаются с огромными пробегами. То есть, 200-300, не проблема для этого автомобиля, не проблема для вариатора у этого автомобиля. Да, он не будет иметь огромной динамики разгона, но этот автомобиль по своим ходовым качествам, по своей простоте в плане подвески, по своим внешним качествам, по расходу топлива, этот автомобиль занимает очень неплохие позиции, хорошие позиции. Ну, соответственно, если автомобиль визуально нравится, если он не геморройный, ну, соответственно, мы хотим узнать цену. Давайте посмотрим как раз и цену на такие автомобили. Итак, чтобы посмотреть цены на такие машины, переходим на наш сайт, раздел называется «Цены на авто из Японии». Нажимаем туда, здесь есть другие разные у нас разделы. Авто в мой бюджет, к примеру, нажимаете, да, просто выбираете цену, выбираете объем, какой автомобиль, с каким объемом, какого года хочу себе я, и он вам показывает, какие машины можно привести по заданным вам параметрам, с учетом того, что вы указали максимальную цену, конечно, в рублях. Ну, а здесь мы сегодня пропишем «Мазду Акселу». Давайте вот так вот «Мазда» выберем, дальше «Аксела» сразу же здесь, вот она, рядышком. И год. Давайте выберем с 2014 года, машина выпускалась с 2013, но чтобы там на предыдущее поколение не залазило, хотя предыдущее поколение, ну, в принципе, неплохо выглядит, но все-таки рассматриваем машину с 2014 года, которая выпускалась, да, и берем с 2014, указываем объем двигателя до 1,6, потому что двушки 2,2 – это санкционка сегодня, чтобы их перевести, надо ждать черт знает сколько времени, и еще черт знает сколько денег надо сверху заплатить. Оценки выбираем хорошие, 3,5, 4, 4,5 балла, это сейчас выбираем. Дальше. И пробег давайте возьмем до 75. Ну, год, год сначала, давайте возьмем 2014 и посмотрим, какие же машины в более-менее нормальном состоянии, вот по заданным нашим параметрам, можно привезти в Россию, и в какие деньги. Итак, 53,000 пробег, 3,5 оценка, 2014 год, вот такая вот машина красного цвета, можно в карточку сразу провалиться, вот так вот нажать сюда, да, и побольше фотографии открыть, они покрупнее, покрасивее. Это у нас, кстати, седан, седан вот так вот понажимать, повыбирать, посмотреть. Ну, и, в принципе, убедиться в том, что Аксела очень интересный автомобиль. Сразу обращу ваше внимание, на салон у этого автомобиля вполне достойный, интересный. Все, селектор переключения передач, панель, приборная панель, торпеда, все, в принципе, очень даже симпатичное. Вот, поэтому этот автомобиль я могу рекомендовать вам. Есть такие машины в хорошей комплектации, в жирной. Ну, и здесь, соответственно, по аукционнику мы видим, да, это У-3, замятие подкрасы справа, снизу замятие какое-то, Б-3, вообще ссадина большая, вмятина большая на заднем крыле. Автомобиль в не очень хорошем состоянии, поэтому и цена у него. Хотя, в принципе, ну, 2014 год, 53,000 пробег, я считаю, в миллион. Такой автомобиль, ну, можно посмотреть получше. К примеру, вот рядом опять стоит у нас полторашечка, 2014 года, ну, миллион 100, можно сказать, да, 46,000 пробег, 4 балла оценка. Здесь машина должна быть в хорошем состоянии, аукционник открыть, почитать, посмотреть и так далее. Но это все вы отдельно можете посмотреть. Обращаю ваше внимание, что цены указаны конечные, с утилем, если вы не продаете, не перерегистрируете свой автомобиль в течение года. То есть, привозите его на себя, таможите на себя, на учет ставите на себя. Утиль будет изначально 5200 и он не поменяется, ну, по крайней мере, в ближайшее время. Никаких новостей сверху не прилетало пока что об изменении утиля для тех людей, которые привозят автомобиль для личного пользования. Вот, ну, что, 14-й год у нас вот такие вот цены, соответственно, да, миллион, миллион 100, машины в хорошем состоянии. Ну, к примеру, давайте посмотрим машины 16-го года. 16-й год это непроходной год, не спрашивайте меня, а как же непроходной год 16-й вы можете привезти? А так вот, платится чуть больше госпошлиной, машина без проблем заходит. Вообще, их сотни заходят, поэтому никаких проблем нет. Итак, 16-й год стоит практически так же, как и 14-й. Поэтому листаем, смотрим, ну, чуть-чуть, может быть, подороже, да, вот миллион, ну, 935, 937 тысяч рублей. Это у нас получается седан, 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 седан. Вот, ну, в принципе, можно 14-й не разглядывать уже, можно обращать внимание на 16-й год. Причем параметры я оставил те же самые, пробег до 75-ти. Дальше, смотрим, 17-й год, к примеру, да, до 1,6-ть. 17-й год, кстати, у нас здесь указана средняя цена, обращаю ваше внимание, вот миллион 100, к примеру, на 17-й год средняя цена миллион 100. И в иенах также указано, ну, и я вам скажу, что данные здесь у нас хранятся с апреля 22-го года. Просто такая неплохая статистика. Ну, и если полистать, опять же, машины, видите, уже миллион 100, миллион 200. То есть, до миллиона, наверное, ну, вот какая-то была, 68 тысяч побег, 3,5 оценка Mazda Accela 2017 года. Давайте откроем, посмотрим аукционный лист, продавалась она в декабре, эта машина. Открываем аукционный лист, почему она такая дешевая была? Ну, вот, пожалуйста, 3,5 балла ставят, очень много коцек, ссадин по кузову, D ставят на кузове. То есть, ну, показатели плохие у автомобиля именно по кузову. Салон ставится умеренно, но, как бы, машина в не очень хорошем состоянии, поэтому, ну, именно по кузову, поэтому и цена такая невысокая. Вот, имейте, пожалуйста, это в виду. Если вы хотите машину, ну, хорошую, там, получше, да, то, наверное, и цена будет повыше. Вот, например, миллион 250 тысяч рублей, машина 2017 года, давайте откроем, просто наугад, 25 тысяч пробег, 4 балла оценка. Ну, представьте, 25 тысяч пробег, вы скажете, да как в Японии, там где, ну, не может такого быть. Ребята, может быть. Вот в Японии, на самом деле, чтобы попасть там на какой-нибудь скрученный пробег, это я не знаю, ну, это просто лотерея, которую, наверное, никогда не вытянешь. По факту может такое быть, конечно, скрученный пробег, но мы такого не встречали. Были машины, конечно, да, что вроде пробег маленький, а машина какая-то вся вот, ну, не соответствует пробегу. Но смотришь, к примеру, этот, есть иногда с машинами приходят книжки техобслуживания. И раз, 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 масло меняли, все, как бы, все, книжка техобслуживания от этого автомобиля. Вот, ну, и как бы, ну, значит, за такое короткое время, пока человек пользовался, какой-нибудь там, японец, там, может, пакистанец, может, русский, может, араб, я не знаю, откуда они там, может, африканец какой-нибудь. Ну, и вот он, можно сказать, так, изуродовал машину. Вот здесь вот 4 балла, подкрас на крыле, к примеру, да, ну, в принципе, А1-Б1, мелкие котские ссадинки, что-то менялось, написано, надо, ну, переводить, так быстро не сориентируюсь. Кстати, гугл-переводчик очень неплохо переводит напечатанные иероглифы японские, поэтому можно смело гугл-переводчиком переводить, и, как бы, все сразу станет ясно. Это графа минусов, у нас, кстати, есть на сайте вот это вот видео, можете открыть, посмотреть, это расшифровка аукционного листа, что где написано, про что, вот эти вот все графы полностью. Ну, очень интересный ролик, рекомендую вам его посмотреть. Ну, а здесь по кузову я вижу, что машина, в принципе, в неплохом состоянии, салон ставят B, то есть салон реально в хорошем состоянии, поэтому, ну, и такая цена, 1 250 000 рублей, может быть, еще в комплектациях. Хорошая, вот, уже не буду зацикливаться, останавливаться, вот, ну, машина, в принципе, такого синего окраса, хэтчбэк, интересная, симпатичная. В общем, решайте, хэтчбэк или седан. Мне, если честно, нравится хэтчбэк тем, что есть багажник, но больше визуально почему-то нравится седан, не могу сказать почему, вот просто нравится и все. И, обращаю ваше внимание, что когда вы переходите в карточку любого автомобиля, здесь есть расшифровка. Расшифровка, я даже покрупнее вот так вот сделаю, расшифровка всех расходов. Сколько стоит машина в Японии, сколько стоит ее до порта догнать, сколько стоит фракт, в среднем сейчас фракт, там, 500-550 долларов. Потом услуги, вот это я называю таможенная очистка, примерно 65-70 тысяч рублей уже даже некоторые брокеры берут. Госпошлина, вот, за непроходной автомобиль полторашка на сегодняшний день, 477 тысяч рублей. Это полторашка или один? Да, это полторашка, а то вдруг 1,6. То есть, 477 тысяч рублей, вот, ну и комиссия компаний 30 тысяч рублей. Вот, все полностью расходы указаны, это миллион 250 тысяч рублей такой автомобиль. То есть, вот, пожалуйста, сравнивайте с расходами других компаний, смотрите, звоните в другие компании, как я всегда говорил, позвоните в 10 разных компаний, вам скажут 10 разных цен. Почему? Потому что одни компании смотрят R-ки, машины, которые биты и восстановлены, они, кстати, намного дешевле, если хотите себе еще дешевле автомобиль с маленьким пробегом, ну, можно купить какую-нибудь R-очку там. Я не думаю, что в эту R-ку много денег вложили на восстановление, то есть, если бы автомобиль сильно был битый, его нужно восстанавливать, много денег вкладывать. Хотя в Японии сейчас из палок и кое-чего еще восстанавливают автомобили, лишь бы они красиво смотрелись на фотографии, да. Аукцион капот не открывает, если аукцион услышит там какие-то скрипы, стуки, они напишут просто там нестабильная работа двигателя, могут написать какой-нибудь подозрительный шум в моторном отсеке. А что это такое, никто не будет расписывать, да. Если машина ездит, она ездит. Как она ездит, криво она ездит, там, боком она ездит, они не напишут. Поэтому эта R-очка, она дешевая. И вот некоторые компании открывают R-очку и говорят, машину можно привезти за 750 тысяч рублей с пробегом 40 тысяч, к примеру, да. Вот, ну, даже давайте посмотрим сразу, почему я вот говорю про это, а вот так, поменьше сделаем обратно, вернем. Вот давайте с вами выберем R-очку. Опять же, вот у нас цена средняя, да, на сегодняшний день, если смотреть по сайту, миллион сто. Миллион сто. Выбираем оценку, выбираем оценку, где у нас, вот они оценочки. 4,5 на 4, 3,5 убираем. Выбираем R-A и R-очку. Битые автомобили, может быть восстановленные, может быть невосстановленные. И средняя цена миллион. Ну, видите, всего на 100 тысяч рублей подешевле. Ну, давайте посмотрим, какие варианты есть. 24 тысячи пробег R-ка до миллиона. Там был миллион 250 хороший автомобиль, да, с таким пробегом. Здесь, вот видите, почти на 300 тысяч рублей автомобиль дешевле. Вот, ну и что, давайте по аукционику посмотрим. Сейчас провалимся в карточку этого автомобиля, чтобы аукционик открыть покрупнее. Открываем. Что тут у нас делалось? Вот, XX под замену. Может быть, D-кузов ставит плохой. Здесь что-то написано много всего. Здесь B4 вмятина. Мне кажется, он даже не восстановленный. Да, точно, по фотографиям видите. Вот он ударенный, не восстановленный. Ну, соответственно, люди покупают, восстанавливают. Ну, в принципе, здесь новое крыло поставил. Здесь скотчем все залепил. И в России пойдет. На самом деле машина с минимальным пробегом. Ну, а чего не купить? Вот видите, хороший вариант. На 300 тысяч рублей дешевле, чем тот автомобиль. Почти на 300 тысяч рублей дешевле, чем тот автомобиль, который не битый. Ну, и таких примеров очень много. 26 тысяч пробег. Опять 996 тысяч рублей. Давайте посмотрим. Здесь видите, то же самое. Вот он, пожалуйста. Опять ударенный. Залепленный скотчем. Хорошая комплектация. Туманочки, там все такое. Симпатяга. Вот видите, тоже X пишут под замену. Под замену. Под замену фара. Ну, и по кузову он такой. Ну, немного, так скажем, козок. Тоже много чего расписано здесь. E ставят к кузову. Давно такую оценку к кузову не видел. Пока делал обзор. E это очень плохо. Вот есть. А это идеально. Б это хорошо для пробежного автомобиля. С умеренно. Д, Е. Вот Д, Е вообще плохо. Е это прям ужас. Вот поэтому, привезя такой автомобиль, вы будете разглядывать фотографии. Да вот же он хороший, красивенький, весь ровненький. Ну, ничего не видно. Седанчик. Все. Вы мечтаете. Прекрасный просто. Вроде и кодский 1, там А3. Вот царапки. Какие-то B4 вмятины. Что это я тут говорю? Что он такой вроде нормальный. Ну, ничего не видно, понимаете, да? А когда он придет, вы просто-напросто ужаснетесь. Вот. Поэтому имейте в виду, пожалуйста, что, как помните, да, бесплатный сыр где? В мышеловке. Вот. Поэтому, купив дешевый автомобиль, не ждите, что он будет прям такой, как на картинке. Вот. Теперь, ребят, давайте посмотрим машины, может быть, от 100 до 150 тысяч пробег. И оценки все-таки возьмем 3,5, 4,5 балла. Эрочки уберем. Всеми нами любимые. И тот же самый, 17-й год. Какая цена на него? Миллион 30, видите, да? Эрка с маленьким пробегом миллион. И, соответственно, машина с пробегом за сотку тоже миллион. Вот и думаешь, что взять? Битую машину. С маленьким пробегом или не битую машину с пробегом за соточку. Тоже миллион цена. Вот. Аналогичным способом заходите, смотрите аукционные листы, разглядывайте, что там с автомобилем. Расшифровка полностью, кстати, указана, кто не знает, да? Например, вот я перехожу опять в этот, в карточку автомобиля. И вот, пожалуйста, расшифровочка. Все вот эти U2, U3, W1, W2, W3. Это ремонт, покраска очень заметный, должно быть перекрашено. А W1, ремонт, покраска едва обнаружимый. Понимаете, да? Это я смеюсь, потому что бывает, W1 приходит, а там японец просто взял какую-нибудь царапку, вот так вот сверху закрасил. Ну, естественно, на фотографиях аукционных нифига видно не будет. Ну, когда ты вот так вот подходишь, вот на таком расстоянии смотришь на автомобиль и говоришь, ну, как же W? Ну, хотя бы W2 бы поставили, что вы? Ну, вот такое бывает. Вот тоже открываем аукционник этого автомобиля, 3,5, тоже к кузову ставят плохую оценку. Есть вмятина, тоже много чего написано. Все это мы переводим, кстати, для наших заказчиков, когда торгуем автомобиль. То есть, вы автомобиль вслепую не покупаете. Все, что написано в аукционном листе про автомобиль, вы это все увидите и услышите. Ну, и опять обращаю ваше внимание, что Аксад довольно-таки симпатичный автомобиль. Вот, задняя, передняя часть до сих пор считаю современными, хотя, конечно, сейчас космические автомобили стали выпускать. Но космические автомобили у нас когда стали выпускать? В 22-м, в 23-м году. Вот, поэтому давайте пока покатаемся на автомобилях просто симпатичных. А космические машины, если доездят до того времени, когда мы будем готовы их покупать по тем ценам, которые сейчас они продаются, там, 4-5 миллионов рублей, то будем покупать. А пока предлагаю поездить на Мазде Аксила. Ребят, смотрите, пожалуйста, цены. Смотрите, 19-й год, 17-й год. Смотрите, растаможку, сколько стоит растаможка и так далее. Если есть какие-то вопросы, телефон менеджера вот указан здесь, пожалуйста, нажимайте. Можно сразу перейти с вашего телефона на WhatsApp. Нажимаете написать WhatsApp, сразу этот телефончик в WhatsApp. И прям менеджеру задаете любые вопросы и говорите, товарищ менеджер, хочу купить этот автомобиль. Сколько будет стоить? Ну, либо самостоятельно, пожалуйста, просматривайте. Все, ребят, на этом ролик наш сегодня подошел к концу. Всем огромное спасибо. До новых встреч. Пока.